С 1 июля этого года выросли тарифы на коммунальные услуги. В квитанциях, которые жители всей России получат в августе, цены за электричество, газ, холодную и горячую воду будут выше. В регионах необходимо провести нормативы в соответствии с фактическим потреблением услуг ЖКХ и вовлечь жильцов многоквартирных домов в регулирование этого процесса. Эту проблему заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак обсудил сегодня с представителями регионов в режиме видеоконференции. Цены за коммунальные услуги в нашей республике на сегодня ниже по сравнению с другими регионами ПФО. Так, по сравнению с декабрем 2012 года, по горячему водоснабжению мы находимся на втором месте снизу, среди 14 субъектов ПФО. По электроэнергии, холодному водоснабжению и водоотведению на третьем месте, отоплению на пятом. В целом, практически, республика всегда была в числе лучших регионов по подготовке к подаче тепла. Поэтому мы выезжаем, проверяем, отслеживаем, насколько выполняются эти работы качественно. И насколько средства, выделяемые как с бюджета, так и сборы, которые осуществляются от населения, используются по целевому назначению и эффективно уже подрядчиками, которые взялись за выполнение этих работ. На сегодня Чувашская республика на 60% готова к новому отопительному сезону. Лучше остальных обычно готовятся к зиме Чебоксара, Новочебоксарск, АллатРь. А самая проблемная территория – это Шумерля, отметил глава республики. Там работает недобросовестная управляющая компания, и необходимо навести порядок в ее деятельности. Все работы по вхождению в зимний отопительный сезон должны завершиться к 1 октября. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.